Такие коллективные встречи всегда особенные для воспитанников этого центра. Много гостей и дружеская атмосфера, которая согревает душу каждого и создает позитивный настрой. Если мы не будем их периодически радовать, то тогда жизнь на самом деле будет у них с ограничениями, и они почувствуют это ущемление в их адрес. Поэтому хочу, пользуясь случаем, призывать каждого не разделять людей, но к таким людям, кому Аллах дал какое-то испытание в жизни, с особой любовью, с особой заботой относиться в жизни тоже. Месяц Рамадан можно по праву назвать месяцем добрых дел. Народная артистка Дагестана Зайна Абмахаева присоединилась к боготворительной акции и выступила организатором «Ефтара» в центре. По ее словам, такие дети нуждаются в особой поддержке и заботе. Для меня такие «Ефтары» не просто возможность накормить этих детей, а возможность почувствовать детям, что они не одинокие. В такой теплой атмосфере они могут побить в центре внимания и почувствовать заботу, которая им, возможно, не достает. Центр «Жизнь без ограничений» является особенным местом. Местом, где понимают, любят и принимают таким, какой ты есть. По словам директора центра Зайна Абгаджиевой, здесь ждут каждого, независимо от возраста и пола. Моя работа – это моя жизнь. Я не представляю свою жизнь без этих детей, без моей этой работы. И я очень рада, что мне пришлось в своей жизни именно столкнуться с такими детьми и помогать им. В школе для глухих и слабовидящих помимо светского образования большое внимание уделяют и формированию религиозных знаний, куда входит чтение Корана, духовность, совершение намаза. Среди именно неслышавших практически, можно сказать, и не было вот такой деятельности, что кто-то может их обучать основам религии даже. Вот когда сталкиваешься с такими людьми, с такими детьми, и ты входишь в их мир потихонечку, уже понимаешь, настолько это важно. Помимо учебного процесса в Центре «Жизнь без ограничений» уделяют немало внимания и организации досуга. Плавание, парная, теннис, тренажерный зал, кройка и шитье – здесь каждый воспитанник может найти то, что придется ему по душе. И все это абсолютно бесплатно, с проживанием и питанием в Центре. Алина Багилова, Маганед Маганедов и Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.